Это сейчас пишут друг другу СМС-сообщение. В конце 19-го и начале 20-го века, чтобы поздравить с праздником или рассказать о важном, люди посылали друг другу открытки. В музее Алабина собрали сотни экспонатов разных стилей и направлений. В галерее образов и советские актрисы, на которых равнялись женщины, и летчицы, и никому неизвестные дамы. Есть даже обнаженные музы. Это открытки в стиле ню. Опять-таки, это была мода конца 19-го, начала 20-го века. Причем это не просто открытки, это были произведения искусства. То есть это были картины, которые демонстрировались в Париже на выставке, а затем они были отображены, эти картины, на самой открытке. Причем это вот нагота такая, как бы я бы сказала, волшебная. Выставку подготовили не только к наступающему 8 марта, но и к прошедшему Дню Защитника Отечества. В экспозиции можно увидеть открытки с мужскими лицами – куйбышевских солистов театра оперы и балета, запечатленных в образах героев спектаклей. На выставке представлены не только открытки, но и аксессуары, которыми пользовались модницы. В 20-е и 30-е годы прошлого века они выходили на улицу в жаркие летние дни, в соломенной шляпке и вот с таким зонтиком, который бесспорно привлекал внимание мужчин. Выставка «Он и она. Мужчина и женщина» в почтовой открытке продлится до 27 апреля. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Мариана Мирная, Григорий Плешаков.